Вот посмотрите, в этой бумажке не написано, от кого это, кто нам посылает, прислал, да? Никакого дата, тоже дата указана, но номера или приказ, или это служебное, или отталкиваться не от чего. Непонятные извещения пенсионеры поселка Кордны начали получать сразу после праздников. Бывшие работники Омского шинного завода, проработавшие по 40 с лишним лет, обрадовались, когда им присвоили звание ветеран Омской области. Было приятно, что трудовые заслуги отметили. Опять же, прибавка, пусть и всего 500 рублей, но тем не менее. Сейчас ее отменили. Спасибо, хоть звание оставили, говорит Екатерина Горелкина. Вдвоем с мужем нам отменили. Тысячу рублей – это тоже немалые деньги. Уж не такие великие пенсии мы получаем. Я отработала 44 года, и теперь, оказывается, я ничего не имею. Тысяча в месяц, 12 в год. На такую сумму теперь похудеет бюджет в семьях, где оба супруга имеют почетное звание. Всего надбавки лишили 17 тысяч омичей. Это вынужденная мера, говорят в региональном министерстве труда. По словам чиновников, так они оптимизируют бюджет и соблюдают закон. Одно из таких ограничений – это величина прожиточного минимума, которая не должна превышать 175% общего дохода гражданина. Вот в связи с этим и ряд граждан, которые имеют звание ветеран Омской области, с 1 января данную выплату получать не будут. Это те граждане, у которых доход будет превышать 14 379 рублей. Это примерно в два раза меньше среднего дохода жителя Омска. Этих денег, считают чиновники, пенсионерам должно хватить и на продукты, и на лекарства, и на квартплату. А льгота стала адресной, говорят в Минтруда. То есть деньги будут получать только те, кто, как решили в областном правительстве, в них действительно нуждается. Кстати, за счет денег, сэкономленных на 17 тысячах ветеранов Омской области, остальным будут платить больше – аж на 48 рублей. Чтобы сохранить надбавку для всех, нужно более 112 миллионов рублей. Кстати, примерно такую же сумму, около 100 миллионов, правительство области заплатит другим, особым пенсионерам, бывшим региональным чиновникам. Перед Новым годом Верховный суд вернул им надбавку, которую хотели отменить депутаты ЗАГСобрания. А у ветеранов Омской области останется лишь почетное звание. И ни копейки лишних, как решили чиновники, денег. Дмитрий Куканец, Сергей Степанишин. Новости здесь, Омск.